Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Добыча газа в РФ по итогам прошлого года, в отличие от выросшей, добыча нефти упала на 11,8% до 672 млрд кубометров. В основном это произошло за счет Газпрома, снижившего поставку в Европу до исторических минимумов, сообщает коммерсант. Собеседники издания ожидают, что по итогам 2023 года добыча Газпрома упадет еще на 30-40 млрд кубометров. У Гиркина истерика после назначения Лапина. Цитата. Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах, если они вообще есть, а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и перегруппировавшись из Харьковской области. Повышать за такое – это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МОРФ. Участники военной операции, в том числе бывшие заключенные с ЧВК «Вагнер», имеют все навыки, чтобы стать депутатами, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим, очень хорошим образованием. Причем те, кто закончил видовые академии, это уже вторая специальность в муниципальном направлении. Да, они были заключенные, были осуждены по различным статьям и отбывали свой срок. Но они добровольцами вызвались защищать свою родину. Причем не где-то, а в ЧВК «Вагнер», где довольно-таки жесткий подход к выполнению боевых задач. И сейчас, когда мы говорим о том, что они вернулись после того, как выполнили достойно боевую задачу по защите Родины, а сколько они вернулись, сколько там, к сожалению, отдали свои жизни? Или мы считаем, что те, кто вернулись, они виноваты в том, что они там не легли смертью храбрых? Давайте мы скажем прямо, что вчера, когда-то полгода назад, они были зэками, а сегодня, наверное, все-таки они герои, которые сами, рискуя жизнью, защищали свою Родину. Большинство тех, кто сегодня амнистирован, они вернулись и встали в строй обратно в ЧВК «Вагнер», дальше защищая нашу Родину, достойно воюя и уничтожая противника. Давайте скажем им спасибо за ту тяжелую работу, которую они сегодня выполняли. В РФ умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев. 9 января на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей». Герой труда РФ Павел Иванович Камнев, сообщили в пресс-службе концерна. Клал я на прибор фашистов и их судьбы. Депутата Бориса Вишневского и политика Максима Резник обвиняют по статье о дисфедитации армии. Как сообщил Резник The Insider, с учетом всех дел, что на него заводили, а также его участие в стриме Ильи Яшина про Бучу, к новой административке он относится безразлично. «Дискредитировал, дискредитирую и буду дискредитировать», — заявил Резник. Кадыров провел новогодние каникулы в Дубае, где у него есть вилла. Как следует из данных сервиса Flightradar, 8 января самолет с бортовым номером РА-73-417 вернулся в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов. Когда бизнес-джет прилетел в Дубай, неизвестно. На судне предусмотрительно отключили транспондер «П. Патриот». «Адидас» запретил сборной РФ по футболу играть в свои экипировки. Из-за полномасштабного военного вторжения в Украину немецкая компания «Адидас» запретила сборной РФ по футболу играть в свои экипировки. Об этом сообщают российские СМИ. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, в 2023 году сборная РФ вынуждена искать нового технического спонсора. Жительница Калининграда в ночь на Рождество зарезала мужу за то, что он годами критиковал ее внешность. Пара проживала в доме на улице Держинского вместе с 11-летней дочерью. Женщин от первого брака и полуторагодовалым общим сыном калининградка состояла на учете психиатра, пила таблетки и часто жаловалась на мужа. По ее словам он критиковал ее, называл уродливой, постоянно указывал на лишний вес. В ночь на Рождество жильцы дома проснулись от стука и громких криков «Открой дверь». Соседка увидела женщину в крови, повторявшую «Я убила», ставившую позади нее детей и вызвала скорую. На крики сбежались люди, а женщина порезала себя, пытаясь покончить с собой. Пострадавшую с конвоем забрали в реанимацию, детей в опеку. Когда женщина поправится, ее будут судить. Колесные танки АМХ-10РС доставят в Украину в течение двух месяцев министр обороны Франции. Брат-основатель движения Black Lives Matter погиб после задержания полиции США. Кенан Андерсон, двоюродный брат одной из основателей движения BLM, попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Прившие патрульные обнаружили Андерсона, который звал на помощь и постоянно повторял, что он этого не хотел. Полицейские решили задержать его для выяснения обстоятельств, но Кенан попытался сбежать и оказывал сопротивление. В результате полицейские несколько раз пришлось применить электрошоковое оружие. После этого Андерсона доставили в больницу, где он умер от сердечного приступа. Вооруженные обрезом мужчины ограбили ювелирный салон в Санкт-Петербурге и утешали продавщицу. Происшествие случилось на Большой Московской улице. Грабители прикрыли лица масками и шапками, угрожая персонала обрезом оружия, они разбили метрину и похитили ювелирные изделия. Пока напарники набивали карманы золотом, один из грабителей присматривал за продавщицей, явно подбадривая и утешая ее. Похлопав сотрудницу по плечам, грабители скрылись, сумма ущерба устанавливается. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского за нарушение правил маркировки физлиц инагента, сообщил ТАСС суде. Ходорковский уже очень давно не находится в России, как полагается ему просто насрать. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.